Здравствуйте, я Боевнов Григорий Вячеславович, активист профсоюза действия и представитель фонда Рабочая Академия. И сегодня у нас в гостях председатель первичной профсоюзной организации городской больницы номер 40. Это из курортного района города Санкт-Петербурга. И я хочу поздравить Владимира Михайловича с тем, что они организовали первичную профсоюзную организацию и объявили это руководство. И теперь у них пойдет активная работа по отстаиванию трудовых прав как своих, так и своих коллег. Вступайте в первичную профсоюзную организацию городской больницы номер 40. Перед вами ее председатель. Вступить в организацию очень просто. Вот у вас на экране заявление. Вы пишете это заявление, подписываете и отправляете на почту. На почту непосредственно председателя. Вот вы уже профсоюзе и боретесь за свои права. О профсоюзе действия я узнал из интернета. Я увидел ролики и видеорепортажи о том, как члены профсоюза действия борются и отстаивают свои интересы. Трудовые права. Меня это вдохновило. И я решил обратиться к сопредседателю профсоюза действия Андрею Коновалу. А какой конкретно пример именно вдохновил? Меня вдохновил пример с городом Пензе, где в профсоюз вступило более тысячи человек. И они в последующем изменили коллективный договор в свою пользу. Там даже не то, что изменили коллективный договор, они именно защитили свой проект коллективного договора. Толчком к созданию нашей первичной профсоюзной организации послужило то, что на нашем рабочем месте не решались даже мелкие рабочие проблемы на протяжении нескольких лет. И поэтому вариант только вступить в профсоюз. Да, профсоюз это как раз тот самый механизм, который помогает устранить эти нарушения. Но опять же, если у вас много. То есть в профсоюз надо вступать всем. Хорошо, такой вопрос, профсоюз действия. Но у вас же на территории больницы, вообще в вашем коллективе есть так называемый профсоюз работников здравоохранения. Ну, именно ФНПРовский профсоюз возглавляет его просто бессмен уже в течение многих-многих лет Татьяна Евгеньевна. Ну, понятно, город Санкт-Петербург маленький, Татьяну Евгеньевну знают многие, в том числе и я. Она организовывает такие классные поездки, турпоездки, какая-то рыбалочка, там все весело и интересно. Почему не присоединиться и с помощью того профсоюза не решать проблемы? Ну, во-первых, профсоюз это не Татьяна Евгеньевна, а профсоюз это все члены профсоюза. Ну и о местном профсоюзе я слышал только то, что они дарят подарки к Новому году и какие-то путевки организовывают. То, что они защищают интересы трудящихся, ну, я такого не слышал за все время работы, ни разу не слышал. В том-то и дело, что профсоюз устроен именно по принципу Советского профсоюза, когда основное это были подарки и турпоездки, но время уже меняется и сейчас актуальна эта защита прав. Ну и потом конкуренция должна быть, может быть мы принесем свежий взгляд, классно же, правда? Также я вижу работу местного профсоюза по коллективному договору, который был подписан председателем этого профсоюза. Вы вообще читали коллективный договор с роковой больницей? Почитайте, очень интересно будет. У профсоюза действий есть типовой коллективный договор, который можно переработать так в том числе и в интересах сотрудников городской больницы номер 40. Итак, Владимир Михайлович, профсоюз у вас, первичная профсоюзная организация, существует именно с 3 сентября, и вы там провели учредительное собрание, и 1 числа вы уведомили главного врача, 1 апреля, спустя 7 месяцев, что у вас в городской больнице номер 40 есть такая первичная профсоюзная организация, и вы готовы участвовать в отстаивании трудовых прав. Отсюда вопрос, почему вы все-таки решили проявить себя, хотя численность небольшая, я знаю, вы остальных членов профсоюза не открыли, но, опять же, по нашим рекомендациям, чтобы они не испытывали давление, достаточно одного человека, ну и почему вы решили именно открыться именно сейчас? Потому что рано или поздно нужно раскрываться для того, чтобы начать активно работать. С 3 сентября мы активно готовились к раскрытию, мы ходили на лекции, где нас учили профсоюзные активисты, и 1 апреля мы решили раскрыться для того, чтобы активно работать, привлекать новых членов профсоюза. Хорошо, Владимир Михайлович, а какие стоят первые задачи перед профсоюзом? Первые задачи стоят увеличение численности профсоюза для борьбы за прогрессивный коллективный договор, а это и повышение заработной платы, это улучшение условий труда, совод, который нужно пересматривать, потому что класс вредности у нас не соответствует должному. Хочу сказать, что именно коллективный договор, в него уходит от 200 до 300 пунктов, и когда вы прочитаете именно прогрессивный коллективный договор профсоюза действий, увидите, сколько всего вкусного там есть. А для этого надо вступить в профсоюз действий, вступить в первичную профсоюзную организацию городской больницы 40 достаточно просто. Еще раз, именно заявление на экране, подписывайте его, и отправляете на мыло председателю первичной профсоюзной организации Баранову Владимиру Михайловичу. Итак, в городской больнице номер 40 есть первичная профсоюзная организация, администрация получила уведомление, но главный врач занял такую позицию, что пока он не узнает всех членов профсоюза, которые есть именно в этой первичной профсоюзной организации, он эту первичную профсоюзную организацию признавать не будет, и работать с ней не будет. Но это противоречит законам, в том числе Трудовому кодексу Российской Федерации, уже второй статье, также противоречит федеральному закону номер 10, и мы будем с вами наблюдать за той ситуацией, которая разворачивается в 40-й больнице, практически в прямом эфире. И я надеюсь, что Владимир Михайлович будет рассказывать, как же протекают первые месяцы работы и взаимодействия с администрацией городской больницы номер 40. Напоминаем, главный врач Щербак Сергей Григорьевич, у него куча юристов и другого административного аппарата, который уже с первых дней начал давить на первичную профсоюзную организацию. Спасибо, что приехали, Владимир Михайлович. До новых встреч. До новых встреч.